Привет, я Роман Сомолюк, корреспондент Уния на Москве. Вчера произошло два очень занимательных события. С одной стороны, украинские силы правопорядка, СБУ, арестовали российский танкер. С другой стороны, президент Украины Владимир Зеленский позвонил своему американскому коллеге. Причем не просто коллеге, а дважды коллеге, потому что и Зеленский, и Трамп снимались в кино до избрания на такие высокие должности. Так вот, опытные российские пропагандисты наверняка бы связали первое со вторым, что Зеленский звонил Трампу, чтобы отчитаться об успешно проведенной спецоперации по заданию ЦРУ. Да, думаете это смешно? Ничего подобного. Многие российские, так называемые, прокремлевские эксперты, именно таким образом интерпретируют эти два события. Но вернемся к танкеру. Это же не просто судно, которое перевозит нефть или что-то другое. Дело в том, что именно с помощью вот этого танкера, который в то время назывался Нейма, 25 ноября 2018 года, россияне заблокировали проход украинским военным кораблям через Керченский пролив. И тогда Путин и не только он связывали вот этот инцидент, как они тут говорят, в Керченском проливе, а потом они начали говорить в районе Керченского пролива, потому что это не одно и то же с избирательной кампанией Петра Порошенко, который хотел узурпировать власть и остаться навсегда президентом-гетьманом Украины. Ну и естественно для этого он должен был всячески активизировать боевые действия и очевидно наступать до Владивостока. Так вот, выборы у нас закончились, не только президентские, но и парламентские. Новый украинский президент Владимир Зеленский санкционирует арест и задержание на российского танкера, который был замечен или замешан вот в этом преступлении против Украины. Вся эта история показала, что у новой украинской власти все нормально с политической волей и решительностью, и они готовы достаточно жестко действовать для того, чтобы отстаивать независимость и свободу нашей страны. Ведь это, по сути, вызов России, это демонстрация того, что Украина готова, кто в том числе и к силовым действиям. Хотя, хоть и россияне называют это захватом, по сути, это задержание, потому что российский корабль находился на рейде в украинском порту. Вот он, этот российский красавец. Теперь он называется не Нейма, а Ника Спирит. И ребята, которые зашли на ремонт в порт Измаила, все-таки с таким большим чувством юмора. Обратите внимание, здесь у них украинский флажок, а вот здесь на корме российский. Но, судя по всему, им это никоим образом не помогло. Любопытно другое, что корабль, который принимал участие в блокировании прохода украинских военных кораблей, тогда назывался Нейма, и его после инцидента сразу переименовали. Это значит, что российские товарищи прекрасно понимают, что это судно принимало участие в противоправных, противозаконных действиях. Кстати, по поводу ребренинга. Вы знаете, что в этом вопросе наши российские соседи являются большими специалистами. Они же не только корабли переименовывают, они целые страны переименовывают или части их. Смотрите, оккупированную часть Донбасса они называют какими-то народными республиками. Половину нашей страны они называли не так давно Новороссией. И, кстати, если у вас идеи есть под поводу того, как лучше переименовать этот российский танкер, пишите об этом в комментариях. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на YouTube канал. Здесь он называется Нейма, а вот здесь уже Ника Спирит. Но, как говорится, ребрендинг никоим образом не усыпил бдительность украинских органов правопорядка и СБУ. Что бросается в глаза? 25 ноября прошлого года ФСБ создали из этого гражданского корабля, по сути, живой щит для того, чтобы не пустить военные корабли. И возникает вопрос, они осознают, что, по сути, если, как тут объясняют, украинцы были такие злые, опасные и хотели там взорвать все, что только можно взорвать, то, по сути, они подставили под удар гражданский корабль и команду гражданских лиц. Вам это ничего не напоминает? Вот попробуйте в Гугле или в Яндексе, который у нас, кажется, еще запрещен, вбить вот такие слова. Россия, полиция создала живой щит. И вы будете удивлены, что очень часто российские полицейские на дорогах из проезжающих машин создают живой щит для того, чтобы остановить какого-то нарушителя. Ну вот, например, здесь. Полицию Владимира проверяют из-за живого щита на трассе во время погони. Новость датирована 10.02. этого года. Что они здесь пишут? Чтобы остановить водителя, сотрудники ДПС образовали живой щит. На посту дорожной полиции они остановили движение транспорта, чтобы перекрыть нарушителю путь другими машинами. То есть, по сути, они подвергли риску жизни простых людей, других водителей и их пассажиров. И знаете что? Мне вся эта история очень напоминает слова одного очень известного на этой планете человека. Решение только для защиты украинских граждан. И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не вперед, а сзади. Когда разворачивался этот сюжет вчера, тут, конечно, такие вопли стояли. Какими плохими словами только не называли Украину и ее новое руководство. И знаете, что бросается в глаза? Да, Зеленского снова сравнивают с Порошенко. Совпадение? Не думаю. Подлость эта вежливо выражаясь, но главное, украино-пиратское государство, Зеленский ведет себя как Порошенко, корабль в заложниках. На самом-то деле, Украина правовое государство. И следователи СБУ отпустили команду, которая была на этом судне. Они уже прилетели в Москву и занимаются своими делами, наверное, ищут себе новую работу. Их отпустили по той причине, что они не принимали участие в этом инциденте, как тут говорят, 25 ноября 2018 года. И это говорит о том, что наша страна правовое государство. Потому что, знаете как, была бы зеркальная ситуация, все равно бы в России всех арестовали и им потом бы проводили бы месяцами расследования, а люди бы сидели в тюрьме. Потому что вот наших военных моряков в чем обвиняют? Что они по сговору решили нарушить российскую границу. Однако, любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, что на военном корабле не может быть сговора. На военном корабле выполняют приказы командира. Ну, возможно, это только в России исключение. Потому что российская армия часто ведет себя как банда. Потому что, ну вы помните, они уходят в отпуск. И что они делают? После этого отправляются воевать в Украину. Согласитесь? Странно. Но у нас не так. У нас не сговор. У нас армия. Это значит вертикальные приказы. Но, тем не менее, это не мешает российской стороне удерживать наших военных моряков. Очень интересна была реакция российских говорящих голов на эту ситуацию. Да, по какому-то стесчению обстоятельств они очень бурно откликнулись. Потому что, например, когда задержали российский корабль власти КНДР, то тут никто не отреагировал. Хотя там тоже на борту были граждане Российской Федерации. Да, на этих, в принципе, по боку. Ведь там Крыма нет. Это с другой стороны планеты. Но есть обстоятельства, которые заставляют задуматься и быть готовым к ответке со стороны РФ. Что они здесь пишут? Например, большой друг Украины Затулин Константин называет пиратством задержания российского танкера в Украине. Но, кстати, пиратство это когда захватывают корабли в открытом море. В данном случае тут даже в тексте написано задержание, а не захват. Как говорится, почувствуйте разницу. Здесь важно вот это сообщение, где МИД России прокомментировал этот инцидент. Что они здесь пишут? Называют это грубейшим нарушением международного права. Да, когда россияне апеллируют к международному праву, тут можно всем немножечко расслабиться и улыбнуться. Но тут есть и другая фраза. Последствия не заставят себя ждать. И в данном случае нужно быть готовым. Я у себя на фейсбуке написал о том, что в такой ситуации нужно срочно продолжать испытания украинских ракет и готовиться к различным развитиям событий. Ну и в частности предложил покупать украинские ракеты «Нептун» противокорабельные. Так вот, на этот невинный пост даже отреагировала целый спикер МИД Российской Федерации Мария Захарова, которая назвала меня пропагандистом. Это, кстати, комплимент. И провокатором. Вот это вот очень странно. Есть еще вот такие слова господина Карасина. Это заместитель Сергея Лаврова. И он здесь очень лаконичен. Это очень плохая новость. Кто-то в Киеве хочет жесткого продолжения собственной провокации от 25 ноября. То есть, когда захватили украинские корабли, мы будем тщательно разбираться с происшедшим. И, по сути, это говорит о том, что эти товарищи запутались. Ведь выборы у нас закончились. А ситуация никоим образом не разрешилась. Тут российские сенаторы даже предполагают, что, может быть, Зеленский не знал. Может быть, его обманывают. Но это чисто российская царь не знает. Однако, в любом случае, виноват Зеленский, согласно российским умозаключениям. Потому что, если он не знал, значит, он марионетка в руках порошенковских спецслужб. Что на сегодняшний день выглядит очень и очень странным. Такие предположения. А если он знал, значит, он продолжает агрессивную и провокационную политику предыдущего президента. Меня очень позабавил вот такой вот комментарий российского сенатора, который сказал следующее, что это является пиратским захватом. Ну, тут они как попугаи повторяют друг за другом. Но российский сенатор предлагает обратиться в морской трибунал ООН. Тот самый трибунал, который обязал Россию отпустить украинские военные корабли и команды. Но этого сделано не было. Это, ну, просто, мне кажется, феерия. Потому что, с одной стороны, эти товарищи обращаются в международные институты с требованием наказать Украину. Но когда эти же, эти же, не какие-то другие, эти же институты требуют действия от России, они здесь включают дурочку, начинают валять дурочку и делать вид, что их это не касается. Кстати, такой подход, он присущ ко всем международным институтам, которые признают правоту Украины. Например, в части взыскания компенсации за потерю активов украинскими госкомпаниями в Крыму. Здесь эти включают дурака, говорят, нет-нет, международное право на эту ситуацию не распространяется. Ну, пусть они говорят, что хотят, однако активов у России как государства за границей много. Вся эта история говорит о том, что Украина ничего не забывает ни при старом президенте, ни при новом. И вообще есть наши внутренние дела и конкуренция, а есть внешняя политика. И это правильно, когда здесь мы видим полную преемственность. Однако, конечно, просто так это не пройдет. Боюсь, что вопрос с возвращением военно-пленных моряков может на какое-то время зависнуть. С другой стороны, месяц за месяцем проходит и и так ничего не меняется. И по сути, это все говорит о том, что команда Зеленского решила сыграть на повышение. Ну, что ж, будем болеть за нашу страну и надеяться, что наши военные вернутся домой. Ну, и вообще не начнется более глобального трендеца, который время от времени происходит вместе с Российской Федерацией. На этом все. Читайте Унян и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао!